Доброе утро, дорогие друзья, дорогая церковь! Спасательная благодать Божья, для чего она дана нам? Мы читаем к Титу, вторая глава с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божья, спасательная для всех человеков». Если прочитать только этот стих, то, знаете, он так очень хорошо ложится на наше сердце. Явилась благодать Божья, спасательная. Благодать мы можем понимать как подарок, который мы получили, прощение, которое мы получили от Бога, которое не нужно отрабатывать. Просто Бог подарил нам спасательное, то есть эта благодать спасает нас от вечного ада. Она дает нам возможность быть детьми Божьими. И для нас это так хорошо, спасательная благодать Божья. Как это здорово, иметь Бога в нашем сердце. И мы бы здесь поставили уже точку. Но смотрите, что говорит 12 стих. Дальше мысль продолжается, и Павел продолжает эту мысль. То есть эта благодать явилась спасающая для чего? Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти. Оказывается, благодать нужна не только для спасения, а для того, чтобы мы имели силу отвергнуть нечестие. То есть грех, все, что нечестиво перед Богом. Если Бог святой, то нечестие было бы грех или грязь. То есть запятнанность. Или, например, мы говорим мирские похоти. Все, что... Мирская похоти, это очень сильное желание. Греховное желание. Насладиться. Это может быть сексуальные желания. Это может быть желание выпить. Это может быть желание соврать в свою выгоду, чтобы больше денег получить. И так далее. То есть мирские похоти, которые устанавливают, отодвигая Бога свое личное я. Недавно у меня был человек на разговоре, и он говорит, Андрей, у меня столько мыслей приходит. Когда я стал читать Нагорную проповедь, а там написано, не пожелай женщины. То есть даже если кто посмотрит с важны, кто же это сможет сделать? Он с таким как бы... Это же невозможно. И я говорю, да, это так. Ты прав. Своими силами это вообще никак невозможно. Потому что у нас, в нас этих сил нету. Поэтому явилась, смотрите, спасающая благодать Божия. Для чего? Для того, чтобы она нам могла дать силы отвергнуть все это. И только по благодати. То есть благодать нам нужна не только для того, чтобы спастись, но и для того, чтобы побеждать грех. Для того, чтобы похоть и сказать нет. Для того, чтобы я мог побеждать похоть и иметь чистый разум, иметь чистое сердце. И дальше. Похоти целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Целомудренно, сдержанно. То есть когда человек может сдерживать себя. Когда он может обуздать себя. Да, для этого, родные, для этого нам нужна благодать. Потому что мы, как необузданная лошадь, наши желания, они тянут нас. Они уводят нас в разные грехи. Кого-то в сексуальный грех. Кого-то в водку выпить. Кого-то соврать и так далее. Когда человек необузданный, а кто-то не может покушать. А есть такой грех жрать, а не кушать. То есть самые разные грехи. Поэтому нам нужна благодать. Даже за столом обуздать себя. И дальше. Чтобы целомудренно, праведно жить в неправедном мире. Я уверен, что ты в своей жизни переживал несправедливость по отношению к тебе. Если ты это переживаешь, возможно, тебе тоже хочется ответить несправедливостью. И вот смотрите, нам нужна благодать Божия для того, чтобы мы могли справедливо, в несправедливом мире жить. И дальше. Благочестиво жили в нынешнем веке. Благочестиво и богобоязненно. Когда мы понимали, а я дам отчет перед Богом. Друзья, дорогие, вот почему нам нужна благодать. Не только для спасения, но и для хождения перед Богом. Не перед людьми. Я желаю тебе, чтобы мы понимали зависимость от этой благодати. Мне нужна благодать. Не только для спасения, а для того, чтобы я жил во славу Богу. И это я желаю тебе, чтобы ты искал эту благодать в твоей жизни. Да благослови тебя Господь. Аминь.